Новые американские санкции против режима Лукашенко будут введены в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками, заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме, которого цитирует телеканал CNN. Ситуация на польско-белорусской границе обсуждалась на встрече президента Байдена с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики разделяют мнение о том, что кризис на границе Беларусь-ЕС, цитата, «нападение авторитарного режима с целью дестабилизировать демократических соседей». Несколькими днями ранее Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением относительно ситуации на границе. «Я призываю государство-члены ЕС наконец одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку. ЕС в частности изучит, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются перевозкой людей». В частности, власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика Аэрофлот из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Аэрофлот свою причастность к организации массовых перевозок мигрантов в Беларусь отрицает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что санкции в отношении российской авиакомпании не будут реализованы. Под ограничения могут попасть также физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines. «Что Европейский Союз может сделать и, похоже, делает, это попытаться остановить полеты мигрантов в Беларусь, потому что если они не доберутся до Беларуси, они, очевидно, не смогут добраться до границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Что, если европейские компании не будут предоставлять самолеты по лизингу Белави, Европейский Союз находится на правильном пути, вводя санкции, которые вынудят лизинговые компании, предоставляющие самолеты Белави, расторгнуть эти контракты. Если говорить о турецких авиалиниях, думаю, что Европейский Союз может оказать на нее давление». Элизабет Броу отмечает, что режим в Минске не демонстрирует намерения снизить напряжение в отношениях с Евросоюзом. В случае введения новых санкций Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. О готовности к таким мерам он заявил в четверг на встрече с правительством, передает государственное агентство Белта. «А если мы закроем транзит через Беларусь, через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда. И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем». Через белорусскую территорию проходит российский газопровод «Ямал-Европа». Железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы «Один пояс, один путь». Через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. Александр Лукашенко также заявил, что просил Министерство обороны России подключить стратегическую авиацию к дежурству на западных границах Беларуси. «Направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе». Министерство обороны России сообщило, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в этом районе и проверку систем ПВО союзного государства. После учений самолеты вернулись на российский аэродром. Элизабет Броу считает, что таким образом Лукашенко пытается втянуть Россию в сложившуюся ситуацию. «На данный момент это противостояние Беларуси с Польшей, Литвой, Латвией и в более широком смысле с Европейским Союзом и НАТО. В долгосрочной перспективе у Минска нет шансов против ЕС и НАТО. Лукашенко явно втягивает в противостояние и Россию. Кремль не собирается дистанцироваться, потому что Беларусь – один из немногих друзей Москвы. И такое развитие очень опасно для России». Эксперт подчеркивает, что в противостоянии между Беларусью и ЕС, где ни одна из сторон не планирует делать шаг назад, больше всех страдают мигранты, которых режим Лукашенко использует в качестве разменной монеты. «Это ужасная ситуация для мигрантов, которые сотнями прибывают на границу. Подумайте, в каком отчаянии они должны находиться на родине, чтобы потратить несколько тысяч долларов на человека, лишь бы покинуть ее. Мы все должны попытаться помочь этим людям, особенно сейчас, когда зима на пороге. Позволит ли гуманитарным организациям, таким как Красный Крест, попасть в Беларусь, чтобы оказать помощь – сомневаюсь. Он безумец и ему явно наплевать на человеческие жизни». Тем временем министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в четверг заявил, что страна задействует еще 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских, а также 15 вертолетов для охраны границы с Беларусью, чтобы предотвратить возможные попытки мигрантов незаконно пересечь границу. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.